Россия должна прекратить дезапелизацию Украины и других стран, а также отказаться от поддержки режимов в Сирии и Иране. Это лишь часть громких заявлений Дональда Трампа в преддверии саммита Большой Двадцатки. Президент США сделал их во время своего визита в Польшу. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Традиционно крепкое рукопожатие и не менее крепкие заявления. Дональд Трамп по пути в Гамбург заглянул в Варшаву и после переговоров с президентом Польши, по сути, рассказал, с чем едет на саммит Большой Двадцатки. Главные тезисы таковы. Конфликт в Сирии нужно решить политическим путем и пора уже приструнить Северную Корею. Не стеснялся в выражении хозяин Белого дома и в отношении России. Америка и дальше будет поддерживать мир и безопасность в Центральной и Восточной Европе. Мы действуем вместе с Польшей в ответ на шаги России и ее дестабилизирующее поведение. И мы очень благодарны Польше. Она является примером для каждого члена НАТО. Это одна из немногих стран, которые выполняют свои финансовые обязательства. Еще один вызов России в сфере энергетики. Соединенные Штаты хотят поставлять в Европу сжиженный газ. Об этом Трамп заявил на так называемом саммите лидеров Трехморья. Это объединение государств Центральной Европы, Балтии и Балкан. Мы принимаем участие в этой исторической встрече, чтобы дать будущее открытым, справедливым и доступным энергетическим рынкам. Это будет способствовать большей энергетической безопасности. У нас много энергоресурсов, так что если вам нужен наш товар, просто позвоните. Позже Трамп выступил с речью возле памятника участникам Варшавского восстания и снова вспомнил Россию. Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующее действие в Украине и других странах, а также поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране. Президент США уже в Гамбурге. Он заранее прибыл на саммит Большой двадцатки. Это не случайность или промах президентского протокола. В Гамбурге и хозяйка двадцатки Ангела Меркель. Лидеры Германии и США договорились встретиться еще до начала самого саммита и провести предварительные переговоры. Ну а самая ожидаемая встреча G20 состоится завтра и тоже при участии Трампа. В пятницу президент США впервые лично побеседует с Владимиром Путиным. Когда и как долго будут продолжаться эти переговоры пока непонятно, но темы оглашены Сирия, Северная Корея и ситуация на востоке Украины. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Бюро телеканала Интер.